Им, извините за мавитон, наплевать. Наплевать на кого делать ставку в борьбе с нами, в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, против нашей страны. А значит, можно использовать всех. А мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов, хоть черта лысого можно использовать, проси Господи, только бы исполняли их волю, служили оружием против России. Священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Ну вот, как стало известно, англиканская церковь, например, планирует, планирует, правда, пока только еще, рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что хоть скажешь? Прости, Господи, не ведают, что творят. Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом. Говорили, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности. Но в ответ получали невнятную, либо лицемерную реакцию. Это, что касается слов. Но были и конкретные действия. Это расширение НАТО к нашим границам. Создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии. Зонтиком решили прикрыться от нас. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому. Высокотехнологичное партизирование для всех, кто в этом нуждается. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех. Весь народ России за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур. Бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва БАРС. Антироссийские санкции – это лишь средства. А цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата – «заставить страдать наших граждан». Заставить страдать. Такие гуманисты. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался. Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали назад. Мы же знаем все подноготно и знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов в Соединенных Штатах. И в этой связи некоторые деятели Ушангтони, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен. Россия ответит на любые вызовы. Потому что все мы...